Что такое конкурсная масса при банкротстве физического лица? Как гражданину получать больше денег в процедуре банкротства? Без доказательств суд дополнительные суммы исключать не будет. Если вы являетесь плательщиком алиментов, как финансоуправляющий их будет выплачивать? Что такое конкурсная масса при банкротстве физического лица? Как гражданину получать больше денег в процедуре банкротства? Всем привет! С вами на связи Наталья Котряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт банкротства физических лиц, очень много завершенных дел, а также обучаю юристов. Наверняка вы знаете, а если не знаете, то я скажу, что банкротство это единственный законный способ освободиться от всех имеющихся долгов. Согласны? Если да, то поставьте лайк этому видео. Если не согласны, то напишите ваше мнение в комментариях. В связи с этим, с каждым годом количество желающих освободиться от долгов через установленную законом процедуру все больше и больше. Но многие граждане не знают, что в процедуре банкротства, с момента, когда суд признает их несостоятельными банкротами, они будут получать только прожиточный минимум на себя и иждивенцев при наличии. Кто все эти люди? Как правило, пока идет процедура до 6 месяцев, но она может продлеваться. А если даже многие граждане и знают о том, что они будут получать только прожиточный минимум, эти граждане не знают, какие есть варианты получать сверх прожиточного минимума в процедуре. Поэтому в этом видео мы разберем, что такое конкурсная масса, с какой целью она формируется, за счет каких средств, а также как дополнительные суммы исключить из конкурсной массы самому гражданину-дужнику. А также я отвечу на частый вопрос по алиментам, как они будут выплачиваться в процедуре банкротства. Если вам видео будет полезным, попрошу поддержать меня, подписаться на мой канал, поставить лайк. Кстати, для своих подписчиков я регулярно провожу прямые эфиры и отвечаю на их вопросы. Итак, что такое конкурсная масса? Это денежные средства, которые сформированы, саккумулированы финансовым управляющим при банкротстве, в данном случае гражданина. Конкурсная масса формируется за счет продажи имущества должника гражданина при наличии этого имущества и за счет разницы между прожиточным минимумом, который будет получать гражданин в процедуре, и его официальным доходом. Конкурсная масса формируется с целью погашения требований кредиторов. От непогашенной части добросовестный гражданин освобождается в полном объеме. Простым языком, непогашенная часть списывается. Формированием конкурсной массы как раз занимается финансовый управляющий. Его цель – максимально пополнить конкурсную массу, погасить требования кредиторов и завершить процедуру. А в соответствии с действующим законом, из конкурсной массы могут быть исключены дополнительные суммы для гражданина банкрота. Какие эти суммы? Давайте разбираться. Это расходы на лекарства, на лечении, на медицинские услуги, на аренду жилья, на коммунальные платежи, на обучение детей и так далее. Деньги есть. Как эти дополнительные суммы исключить из конкурсной массы и чтобы должник получал больше, чем прожиточный минимум? Какие есть варианты? Первый вариант – это исключить дополнительные суммы на лекарства, на лечении, на медуслуги и так далее, кроме аренды жилья и коммунальных платежей. Необходимо подать соответствующее ходатайство в арбитражный суд с просьбой исключить из конкурсной массы дополнительные суммы в таком-то размере на лечение, на лекарства и обязательно приложить соответствующие доказательства суду, что вы нуждаетесь именно в этих лекарствах и что у вас есть сопутствующие заболевания. Без доказательств суд дополнительные суммы исключать не будет. Когда нужно будет подать соответствующее ходатайство? Можно это ходатайство подать вместе с заявлением о несостоятельности банкротства. Может ли суд отказать в исключении дополнительных сумм? Да, может, поэтому рекомендую не пренебрегать доказательствами. Однако на практике, как правило, суд без проблем исключает денежные средства на лекарства, на лечении, на медуслуги. Минута рекламы. Чем я могу быть для вас полезна? Во-первых, я провожу процедуру банкротства под ключ до результата по всей России и сохранением имущества, если это возможно сделать, и защитой от коллекторов и так далее. Контакты для получения бесплатной консультации в описании. Внимание, бесплатная консультация только для тех, кто еще не в процедуре и не работает с юристами. Далее у меня есть лекция по самостоятельному банкротству и лекция банкротства от А до Я. Желающие могут приобрести эти лекции по ссылке под этим видео. А также всех желающих. В-третьих, я обучаю нюансам банкротного дела, как стать экспертом банкротства физических лиц и зарабатывать от 77 тысяч 500 рублей за одно дело. Это актуально для юристов. Подробнее в описании. Вариант 2. Тут необходимо, чтобы ваш кредитор, на примере это арендодатель, направил соответствующее требование финансовому управляющему. О том, что он является текущим кредитором по вашему делу и просит ежемесячно за счет конкурсной массы погашать такие-то платежи. В соответствии со статьей 213.27 закона о банкротстве, преимущественно финансовый управляющий обязан погашать именно текущие платежи. А требования вашего кредитора по договору аренды, это актуально и для коммунальных платежей, будут являться текущими. Если финансовый управляющий отказывает погашать требования текущего кредитора, тут необходимо идти по разногласиям в арбитражный суд в порядке статьи 60 закона о банкротстве. Простым языком, ваш кредитор по поставке коммунальных платежей или по аренде должен направить соответствующие требования финансовому управляющему в письменной форме. В арбитражный суд это требование подавать не нужно. И финансовый управляющий обязан за счет конкурсной массы, которая накопится по вашему делу, и если она будет погасить требования вашего текущего кредитора. И только после погашать требования иных кредиторов, которые возникли до даты возбуждения процедуры банкротства. До даты, когда суд вынес определение о принятии заявления вашего о несостоятельности банкротства. Когда подавать соответствующие требования. Когда суд ведет процедуру. Когда суд вынесет решение о признании вас несостоятельным банкротом. Если вы являетесь плательщиком алиментов, как финансовый управляющий их будет выплачивать? В соответствии с судебным актом при его наличии или соглашением об уплате алиментов. Или в ином варианте вы будете получать только 50% как правило от установленного прожиточного минимума на иждивенца. Из вашей конкурсной массы, если таковая будет. По итогу этого видео мы с вами разобрались, что такое конкурсная масса, чтобы у вас было понимание, кто ее формирует и для чего. Как исключить дополнительные суммы и когда нужно подавать соответствующее заявление. В этом видео я вам привела примеры. И хочу срезюмировать, что если есть основания, то нужно подавать ходатайство, соответствующее об исключении дополнительных сумм. Или заявление от текущего кредитора. Это никак не повлияет на завершение вашего банкротства и освобождение от долгов, даже если будет отказ. На этом все. Еще раз попрошу подписаться на мой канал и поставить лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!